Привет, это я. Меня, как и всегда, зовут Артём, и сегодня я расскажу тебе про свой топ уродливых кроссовок. Нет, я не про трендовые аглишузы, я имею в виду по-настоящему стрёмные и отвратительные кроссовки, которые бы я лично никогда в жизни не надел. Поэтому давай сразу договоримся, всё это видео моё сугубо личное мнение. И ты, конечно, можешь быть с ним не согласен, поэтому обязательно пиши в комментах, что ты думаешь об этом. Сань, врубай интро! Начнём, пожалуй, с Nike. В последние годы они выпустили довольно большое количество спорных силуэтов, но есть у них один, от которого меня тошнит каждый раз, когда я вижу его на улице. Встречайте Nike Airmo Up Tempo. Конечно, у них есть своя история, они были созданы специально для игрока Chicago Bulls Скотти Пиппина. Уилсон Смит, который проектировал эту модель, вдохновлялся оверсайз объектами уличной культуры, особенно граффити на вагонах метро. Вот как-то так они и появились. Да, кроссы выглядят аутентично, но только если ты шагаешь в них по улочкам какого-нибудь Бронкса. Во всех остальных случаях они смотрятся отвратительно. Особенно вот эти пятачки-баллоны между буквами. От них у меня вообще какая-то агрессия и зубы скрипят. Что у нас дальше? Адидас. Несмотря на то, что практически все, что делают немецкие ребята, я встречаю с большой теплотой, есть у них модели, которые ну просто рынок рынком. Первый из таких – Адидас NMD R1. Просто гляньте на них. Такое чувство, что где-то в Адидасе есть программа поддержки слепых дизайнеров, которым и поручили создать собственную модель. Ужасное сочетание красных и синих элементов и никому не нужные шнурки на проемнице. Что бы что? Вторая модель от Адидас появилась совсем недавно, но сразу попала в число моих нелюбимых релизов. Адидас Solar Hue. Модель выглядит как китайская копия Human Race с Алиэкспресс. Хотя и создана она в том же самом коллабе с Фаррелом Уильямсом, на этот раз получился какой-то сникер-выкидыш. Элементы плохо сочетаются между собой, отчего возникает впечатление, что это хитрые рабочие во вторую смену рисовали Human Race по памяти. Но нет, это реальная пара, которая к тому же далеко не бюджетная. Следующие по списку – Fila. У них в принципе не очень много годных моделей, но на этот раз они особенно постарались. Fila MB. Я реально не знаю, есть ли в мире любители подобного дизайна, но для меня это одна из худших пар в мире. Вот эта завитушка на подошве пригодилась бы только в коллабе с Куско, но во всех остальных случаях нет, нет и еще раз нет. Другая модель – Fila Bubbles. Выглядят они как дитя инцеста найковских 97-х и Бона Файт. Зачем, для кого и почему – вообще непонятно. Видимо, дизайнеры очень пытались футуризм, а вышло говно. Впрочем, ничего нового для Fila. Мы почти закончили, и тут у меня найковская линейка Air Jordan. Сразу скажу, я не выношу в принципе все кроссы из этой серии, кроме первых номерных. Но есть у меня несколько любимчиков. Это модели Jordan 3, 6, 11, 13 и 16. Их эстетику я не понимаю больше всего, и особенное недоумение у меня вызывает, когда чуваки носят их на повседневе с какими-нибудь джинсами. Это настолько цыганское и вырвиглазное сочетание, что хуже придумать уже нельзя. Тем не менее, я понимаю, что в плане технологичности и пригодности для игры в баскетбол, Джорданы могут быть одной из самых годных линеек. Ну и завершает весь этот цирк уродов худший, по моему мнению, коллаб последних лет. Капсульная коллекция Fendi X Fila. Третья Fila за топ, по-моему, им стоит задуматься. Вещи там есть довольно интересные, но сейчас я говорю именно о кроссовках. Так вот там они просто отвратительные. Конечно, вдохновлялись опять ретро и эстетикой 80-х, это все понятно, но вот чтобы получилось настолько плохо, я прямо не ожидал. Не знаю, кто будет готов взять их за ценник в районе 50 тысяч, это нужно явно очень любить Fendi. Более интересных и приятных моделей в этой категории полно. Ну что, на этом моя коллекция ужасных кроссовок подошла к концу. Не знаю, стоит ли делать еще одну часть, но если тебе понравилось, обязательно дай мне об этом знать. Может быть подготовлю еще одну. А сейчас, как обычно, с тебя лайк, коммент и подписка на канал. Скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok